Особое мнение на 101FM Это последние годы Очень активно обсуждается Был какой-то период, когда Вроде бы этой проблемы Либо не существовало, либо она была Не настолько ярко выражена С момента Года, наверное, с 16-го, 17-го Мы видим, что постоянно эти новости В информационном поле И вот новый в РИО Главы региона Александр Соколов Поручил ускорить решение Проблемы обманутых дольщиков в Кирове Понятно, что Наиболее проблемные объекты перечислили Это Ленин 31, Березняковский проезд 34, Новая и Сергеева Еще несколько адресов Чиновникам поручено До конца лета по каждому объекту Выработать конкретный план решения проблемы Достройка объекта, либо выплата Компенсации собственникам из данных квартир И не очень понятно сейчас Почему до сих пор Ну вот этот вот список, который мы видим Из проблемных домов, он практически Не меняется, то есть там вычеркиваются Один-два дома Но массово эта проблема не решается Хотя несколько лет назад Еще, насколько я понимаю, была принята Законодательная такая была история Были приняты законы, которые позволяют Достраивать проблемные объекты Силами надежных застройщиков В обмен на то, чтобы эти застройщики Получали какие-то участки без конкурса Под строительство новых объектов Это не работает механизм Застройщики не заинтересованы Это в целом ситуация на рынке Неблагоприятствует тому, чтобы Начинались какие-то новые Проекты С чем связано? Начинаем с того, что у нас Реестр обманутых дольщиков Он существует То есть все люди, которые вот этим критериям Обманутого дольщика соответствуют Они все учтены Там есть проблемные объекты По которым не завершено вовремя строительство Есть объекты, по которым застройщики Еще, скажем так, действующие юридические лица Либо они уже находятся в состоянии банкротства Или даже, может, уже прекратили свою деятельность По каждому данному объекту Так называемая дорожная карта Разработана Она утверждена И когда, в какие сроки, какими мерами Это все должно быть решено Оно существует на бумаге Причем уже не один год Каждый год эти планы как-то обновляются И я считаю, что это, скажем Очередное обновление Скажем, освежение вот этой ситуации Какие механизмы на сегодняшний момент Есть решение проблем обманутых дольщиков? Их несколько на самом деле Последний, который у нас появился Это появился фонд решения проблем обманутых дольщиков Федеральный фонд В который при заключении договора Долевого участия Каждый застройщик Перечисляет определенное денежное средство Эти деньги Кумулируются на федеральном уровне И направляются в регион Для решения проблем конкретных домов То есть это как страховка, получается, работает Примерно по такому же принципу Каждый застройщик отчисляет какую-то сумму Эти денежки все лежат в одной корзиночке В случае, если вдруг один из застройщиков По каким-то причинам нет Не так Это получается, что добросовестный платит за жулика Понятно То есть добросовестный отчисляет на решение проблем, которые возникли уже раньше Для того, чтобы вот этими денежными средствами воспользоваться Должна быть разработана определенная документация И передана на федеральный уровень На федеральном уровне решается, в какой регион, какой проблемный объект Будет за счет этих денежных средств решаться проблема А в Кирове работает этот механизм? Это по всей стране То есть это для всех регионов одинаково Значит, обязательно условие это софинансирование регионального бюджета Значит, в бюджет Кировской области на этот год софинансирование включено То есть такой момент есть Вопрос дальше правильно подготовить документацию, защитить ее И чтобы мы были включены И какой-то из наших объектов региональных был включен в эту программу Такую работу я знаю, что министерство профильно ведет Так И вот в этом реестре, в шагах по уменьшению этих объектов Есть дома, где именно прописана не достройка, а выплата денежных средств за счет вот этого фонда Компенсации получаете? Компенсации, да То есть люди получают обратно то, что заплатили? Там опять же Или больше? Дмитрий Валерьевич Опять же два пути, да То есть это может быть достройка объекта в зависимости от того, какая у него степень готовности Либо, и сколько там есть пострадавших граждан Либо это выплата денежных средств Вот по той информации, которая есть у меня Которую мы получили на общественном совете при стройной надзоре Кировской области Нам сказали, что это будет рыночная цена То есть как она будет определяться, я пока не скажу Но это будут не те деньги, которые люди платили там на старте продаж Ну, то есть условно, если они 10 лет назад заплатили одну сумму, то сейчас они получат Эта сумма будет другая Они получат столько, сколько они купят квадратных метров? Ну, вот Нет Нет? Нет? Нет, то есть количество Если у них была полностью проплачена квартира, то будет проведена Они получат сумму по стоимости примерно квартиры равную, да? Да, как я буду оценивать, я не скажу То есть это в любом случае будет не частный оценщик Это будет какая-то государственная структура, которая определит Да, вот в Кировской области или в городе Кирове Квартира вот эта стоила бы столько-то А вы говорите будет То есть это сейчас еще нет у нас примеров? Это каждый конкретный объект должен быть, да? То есть пока таких решений по данной проблеме у нас в городе Кирове, Кировской области нет Пока не было Так Это одна Это один, скажем, путь решения проблем Второй путь, это у нас за счет земельных участков, которые находятся в собственности правительства Кировской области То есть за достройку объекта выделяется земельный участок в аренду без конкурса Так Много таких примеров мы знаем Примеры такие есть, они носят, наверное, единичные случаи Почему? Потому что, во-первых, на старте очень трудно определить, сколько нужно денежных средств для того, чтобы достроить объект Потому что достоверную оценку этого, ну, это вещь дорогостоящая И если ты не уверен, что ты будешь туда заходить вперед, туда деньги вкладывать, это, наверное, суммы сопоставимые там несколько сот, а может быть и миллион рублей Подождите, а это строители платят? Конечно То есть это компания, которая готова будет взяться за объект, возможно, это она должна оценку заказать? Да, да То есть ты сам должен оценить, сколько тебе нужно денег для того, чтобы достроить А почему не государство это делает? Государство вроде заинтересовано в решении проблемы обманутых дольщиков Наверное, у государства и компаний есть какие-то оценочные, которые могут посчитать Наверное, есть, но вот механизм построен вот так То есть ты сам должен понять, сколько тебе денег нужно для достройки объекта Ориентировочная цифра представляется, насколько она достоверна, но у меня вызывают большие сомнения Представляется земельный участок И желающие могут участвовать в открытом конкурсе, заявиться на достройку объекта После достройки объекта они получат в аренду обозначенный земельный участок А земельные участки в хорошем месте предлагаются? То есть застройщики в них заинтересованы? Может быть в этом проблема? Ну вот те участки, которые интересовали застройщиков, они в итоге были выставлены на конкурс И какие-то объекты у нас были достроены Есть земельные участки, которые там из года в год выставляются, никто к нему интереса не проявляет А почему? Нет интереса Ну в смысле они где-то в неудобном месте расположены И у застройщика есть, ну я же так понимаю, что на этом земельном участке застройщик потом должен возводить объект Который он будет продавать, да, и за счет этого получит какую-то прибыль Я не могу сказать за других застройщиков Давайте на своем опыте То есть у нас есть уже земля, на которой мы не можем реализовать, получить разрешение на строительство Зачем брать еще землю? Подождите, что значит не можем? То есть вы достроили проблемные объекты? Не достроили, нет, это вообще как бы тема А, это другая история Да, то есть у нас есть, и так у нас есть земля, но мы на ней получить разрешение не можем Зачем нам брать еще землю? Ага А с другими компаниями такая же картина, да? Не знаю, у каждого своя ситуация Понятно А вы вообще вот в этой истории участвовали с достройкой домов? Или сейчас, может быть, участвовали? А у нас несколько другой вариант, реализованный нашей компанией То есть мы приобрели недостроенный объект Где были порядка 30 квартир уже заключенные договоры долевого участия Были просроки по вводу объекта в эксплуатацию И за счет тех квартир, которые не были реализованы За счет этих денежных средств мы сейчас этот объект достраиваем То есть вы те, что не были реализованы, выставили на продажу Туда пришли покупатели, дали деньги и, собственно, вот этого хватает на то, чтобы доделать объект Да Понятно Ну а в целом эта программа, на ваш взгляд, она вообще рабочая или нет? Если она рабочая, почему она так медленно работает? Или это не медленно? Я не думаю, что здесь вопрос времени Что-то все так вот можно по щелчку пальца решить То есть этот вопрос в любом случае будет решаться долго И еще несколько лет? Я думаю, что, наверное, даже с десяток лет А как же люди, которые без жилья? Ну вот в такой ситуации... У них там дети выросли уже Я понимаю, некоторые апотеку платят, да То есть, ну вот такого решения, чтобы там раз и все проблемы эти были решены Я, честно говоря, на сегодняшний момент пока не вижу такого пути решения Если только через федеральный вот этот вот фонд решать и получать людям деньги Опять же, федеральный фонд, он не резиновый И там ограниченное количество денежных средств То есть мы их тоже получим не одномоментно То есть их же нужно вначале собрать с добросовестных дольщиков А потом отдать на решение проблемных объектов Понятно В общем, получается, что вот те сроки, о которых говорится Ну, до конца лета разработать документацию Они, может быть, и реальны А дальше-то документация будет готова Здесь же вопрос разработать механизм, а не решить проблемы Будут выработаны и дальше будет проходить Они уже есть, на сегодняшний момент есть То есть ничего даже может быть... Так это не решение проблемы обманутых дольщиков тогда получается Это просто замыливание этой проблемы, нет? Ну, это вы сказали Ну, нет, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь Посмотрим, как дальше Может быть, какие-то новые... Ну, на законодательном уровне новых путей решения данной проблемы нет Никак Можно деньги из бюджета Кировской области взять и потратить, да? То есть, но... Все остальные жители Кировской области... Школы закроем или больницы закроем, да? То есть... Просто возможности бюджета оригинального такого нет Подождите, а как же вся вот эта вот история с тем, что там у нас были какие-то страховые компании, которые страховали договоры долевого... Возьмем тоже Новая Сергеева Вот Новая Сергеева, все объекты были застрахованы, никто выплату не получил Почему? Компания ушла о банкротстве Страховая? Да Ни одна из серьезных компаний не зашла на страхование рисков именно по долевому строительству То есть это зашли такие... Маленькие, маленькие Ну, как маленькие, то есть у них требования были очень серьезными, но когда дело дошло до выплат, все они ушли в банкротство То есть реальных выплат, вот мне об этом неизвестно То есть деньги были, ну, миллиарды рублей собраны, а выплат фактических не было Подождите, а как тогда еще люди до сих пор покупают квартиры в новостройках в таком случае? Ну, то есть это же получается, что ты каждый раз рискуешь Здесь вопрос, кому ты... с кем ты решил решать свой служительный вопрос, да? То есть вопрос надежности застройщика Компании Да, первый вопрос Но и сейчас, наверное, такая ситуация будет маловероятна Почему? Потому что это система экскроу счетов То есть когда деньги до момента ввода объекта в эксплуатацию лежат в банке, а не перечисляются застройщик Но, опять же, потребитель за это платит То есть это вкладывается все в цену квадратного метра, получается? Конечно, то есть получается, что застройщик должен брать кредит Естественно, цена кредита вкладывается в стоимость метра квадратного Может быть, с этим связано то, что у нас настолько дорого сейчас покупать жилье? Это один из факторов Один из факторов Да, то есть здесь одного момента нет То есть это и рост цен Это и нестабильность нашего рынка в целом И, естественно, экскроу счета тоже свою лепту сюда внесли Мы можем дать какой-то прогноз? Вот при нынешней, при текущей ситуации экономической Вообще, примерно через какое время может решиться эта проблема? То есть если вы говорите, что сейчас экскроу счета и новых, получается, обманутых дольщиков не появляется То вот эти вот предыдущие все объекты, которые там несколько лет назад начинались и до сих пор не достроены В какое примерно время возможно их достроить? Прогноз делаю неблагодарно Я беру просто, скажем, опыт прошлого кризиса То есть это примерно 10 лет решался проблем Обалдеть То есть у людей уже, наверное, и планы изменятся У них дети вырастут и едут учиться, может быть, в другие города Им эта квартира трехкомнатная, например, которую они покупали в тот момент, когда дети Еще были маленькие Она уже, может, и не нужна И может вообще домик нужен где-нибудь в деревне в этот момент Дай бог, чтобы я оказался не прав Понятно Пока печальный прогноз Что происходит на рынке недвижимости? Тут вот федеральные как раз наши коллеги вроде позитивными поводами нас снабжают Говорят, что рынок ипотеки начал потихоньку восстанавливаться И судя по цифрам, которые есть А приводятся данные со ссылкой на бюро кредитных историй Equifax Объем выданных кредитов на жилье в июне вырос почти на 60% относительно мая Это позитивный сигнал рынку или нет? Ну, в целом по России понятно Любой рост это позитив От какой базы мы считаем Вначале рынок рухнул раза в 3-4, наверное То есть я поднялся на 50% В любом случае снижение ключевой ставки это позитив Субсидирование государства это позитив То есть сейчас ставки, наверное, вернулись на докризисное Может даже где-то стали чуть даже ниже того, что было у нас до кризиса Поэтому возможность есть Вопрос другой, то что цена на метр квадратный, она значительно выросла Да И доступность жилья, она стала, ну скажем, менее осязаема для тех людей, которые планировали решать свою жилищную проблему То есть ипотека дешевле, но кредит в объеме надо больше брать Да В рублях А на рынке Кирова вот эта вот ситуация, она насколько ярко отражается? Ну вы знаете, я смотрел статистику, то есть Киров такой середнячок по росту цен на метр квадратный То есть мы такой в общей тенденции движемся Мы не лидеры, мы не отстающие, то есть как вся страна А насколько фактор, ну скажем так, нестабильности играет роль, да? То есть люди не уверены в том, что они завтра будут получать ту же зарплату, которую они получают сегодня И они просто не готовы, может быть у них даже деньги какие-то есть, но они просто не готовы сейчас вкладываться в жилье Либо в, не знаю, там, в расширение своих, в улучшение своих жилищных условий То есть у них есть, например, где жить? Старая квартира, бабушкина Я думаю, неуверенность со стороны покупателей и со стороны продавцов То есть давайте вот то, что вы говорили, это со стороны покупателей на самом деле То есть неуверенность в завтрашнем дне, будет ли у меня работа, будут ли у меня денежные средства для того, чтобы оплачивать тот же кредит Может быть я лучше деньги пока подержу, чтобы там с текущей, ну как бы вопросы все позакрывать А там что будет завтра, то будет завтра Это один момент Со стороны застройщиков, опять же, мы не уверены в том, по какой цене у нас выйдет готовый продукт Ведь мы же продаем квартиру сейчас, а строить мы еще будем там полтора-два года А, и материалы не куплены сейчас, не лежат Ты не можешь купить все сразу на дом Это просто, ну, у тебя нет такой оборотки, чтобы ты все это мог купить, во-первых Во-вторых, у тебя нет таких складских площадок, чтобы ты все это мог куда-то соскладировать Некоторые вещи просто на улице складировать нельзя Поэтому здесь неуверенность и стоит с другой стороны Со стороны застройщиков к чему-то привозят Закладываются эти риски в цену То есть цена становится выше, чем она, может быть, была бы при стабильной рыночной ситуации И притормаживаются новые объекты То есть застройщики не торопятся выводить те объекты, которые сейчас Ну, есть там земля у тебя, ну, пусть она какая-то землей будет Я не пойду в проектирование, в разрешение на строительство То есть то, что в Кирове сейчас мы не видим большого количества строек Связано в том числе и с этим Нет, это тема Или это тема, которая тянется Это тема другая Смотрите, стройка, то есть все-таки вещь строительства жилья Это вещь очень инертная То есть дом мы строим там полтора-два года Но для того, чтобы нам получить разрешение Мы еще полтора-два года занимаемся подготовкой, проектированием, изысканиями И другими там землеустроительными делами То есть если мы объект уже начали делать, то мы его все равно вынуждены Завершить Доделать до конца любыми усилиями Либо, опять же, получим проблему обманутых дольщиков То есть мы сейчас говорим про добросовестных То есть те проблемы с выдачей разрешения на строительство Они привели к тому, что сейчас новых-то объектов нет То есть там либо какие-то старые там заначки достают застройщики Либо какие-то проблемы объекта То, о чем в отношении нашей компании достраивают То есть вот это То, что нет новых объектов Это как бы проблемы там двух-трех лет Прошлого года и позапрошлого То есть это началось значительно раньше Не в феврале, не зимой Не в прошлом даже году, когда начали дорожать стройматериалы Это не федеральная поездка от региона Это муниципальная поездка А что-то меняется вообще в этой ситуации Я же помню, мы с вами встречались Вот месяц назад до этого встречались Вроде там суды какие-то шли, да? По поводу невыдачи разрешений Суды прошли У нескольких застройщиков Есть несколько решений Где действия администрации признаны незаконными То есть мы Вот я могу уже, наверное, уверенно говорить о том Что есть система принятия незаконных решений На уровне администрации города Кирова По результату Некоторым застройщикам выдали разрешение на строительство Некоторым даже по решению суда Разрешение не выдают А как это? Разве можно? Ну, видимо, муниципалитету можно Мне казалось, все должны законы соблюдать Я так же искренне верил Но вот сейчас я как бы сталкиваю ситуацию Когда даже вступившие в силу законные решения Суда администрация города Кирова не исполняет А сколько разрешений выдано уже? То есть вот мы увидим в ближайшие Там, я не знаю, год-два Начало строительства каких-то крупных объектов Ну вот это пока не носит массовый характер Это единичный случай Понятно То есть конкретный участок, конкретный застройщик Нет такого, чтобы в нескольких местах Сразу же начиналась строительство То есть та проблема неурегулирования строительного рынка То есть нет четких правил игры Она не решена в городе Кирове А в таком случае что будет со стоимостью квадратного метра? Если, ну вот при нынешней, например, ситуации Если мы будем считать, что подпроцентные ставки на ипотечные кредиты сохранятся Ипотечные кредиты сохранятся Льготная ипотека сохранится Но при этом не будет большого количества предложений на рынке жилья Для потребителя, наверное, это в любом случае минус То есть минус это, во-первых, отсутствие выбора То есть не из чего выбора, ну как бы сокращивается А дальше это возможность отсутствия конкуренции Это как бы на рост цены, конечно, тоже негативно сказывается То есть цена, естественно, в таких ситуациях будет возрастать А я бы хотела вашу оценку услышать Вот у нас Денис Ерохин периодически в студии бывает И все время говорит, что цены на недвижимость в Кировской области Сравнялись с Подмосковьем Это так или нет? Я не знаю цены в Подмосковье Не анализировали, да? Да я там недвижимость не имею, не приобретал И строю, я там не планировал Ну а давайте так, с другой стороны А почему должна быть разница, да? То есть построить коробку в Подмосковье и в Кирове где дешевле? В Подмосковье, потому что там строительные материалы дешевле Там рынок предложения больше Там климатические условия другие, помягче То есть требования по теплосбережению, они будут другие То есть коробка сама будет стоить в Подмосковье дешевле, чем в городе Кирове Серьезно? Конечно А рабочая сила? Там же, наверное, больше платят? Или это небольшая доля, скажем так? Зарплата в стоимости готового объекта занимает не более 10% То есть строительные материалы это порядка 40% То есть строительные материалы, они более значимы и весомее, чем заработная плата Так, а почему же тогда в Москве такие безумные цены на недвижимость? Потому что земля дорогая Я не строил в Москве, поэтому не скажу Понятно Просто люди там готовы покупать по такой цене Вероятно, да, вероятно, есть спрос, есть предложение На этом все и завязано Я не знаю, вот вы когда видите заявление по поводу того, что надо решать эти проблемы Кстати, строители встречались в РИО или нет? Нет Союз строителей нет? Нет До сих пор еще нет? Нет А вроде собирались? Возможно, но пока встречи не было И даже даты нет? Мне об этом неизвестно То есть нет Как интересно Это же одна из ведущих отраслей, насколько я помню По предыдущим заявлениям предыдущего губернатора Ну президент и премьер об этом говорят Есть вопросы, которые вы бы в РИО задали? О чем бы спросили? Ладно, надо подумать Не знаю Надо подумать, судя по всему Ладно, давайте мы к теме капитального ремонта перейдем Я бы хотела поговорить по поводу того, что вообще будет происходить с тем жильем, которое уже построено и построено давно И выглядит, может быть, не самым презентабельным образом У нас остается не так много времени до юбилея Мы видим, что уже довольно активная подготовка началась В том числе в РИО сейчас собирает пожелания общественников Каких-то городских активистов По поводу того, что надо в городе сделать А я почему-то вспомнила проект, который заявлялся как один из проектов к юбилею Это проект по капремонту фасадов Началось у нас это все, по-моему, еще в прошлом году Не знаю, в ковид Или вот перед ним, как раз, когда дорожали стройматериалы И тогда заявлялось, что несколько десятков домов в Кирове Это из Сталинки Вот, вот, вот Да, даже полторы сотни, получается Из Сталинки И кирпичные дома, которые строились, может быть, немножко позже Но тоже по центральным улицам расположены, выглядят непрезентабельно Будут отремонтированы Времени было много Говорили, мы все успеем Планы писали В итоге, по-моему, в прошлом году сделали несколько домов Вот, я боюсь ошибиться По-моему, четыре дома сделали Может быть, больше Осталось 146 Да, да, вот в том-то и дело Осталось 146 Лето у нас, извините, уже практически на середине Мы понимаем, что в сентябре начинаются дожди Какие-то работы на фасадах делать уже будет невозможно При этом я, ездя по городу Хотя по городу не вижу, чтобы делали фасады активно То есть там, может быть, в одном или в двух местах я только вижу И получается, у нас остается только следующий год И что? И в 2024 году мы, получается, либо заходим в 2024 юбилейный год с ободранными фасадами Либо мы делаем очень быстро и не всегда качественно Ну, как я предполагаю, потому что людей не хватит, наверное, на то, чтобы все делать быстро Или как? Ну, я с вашими рассуждениями полностью согласен То есть работа вообще по капитальному ремонту должна вести спланово А у нас все время какие-то компанищины То давайте мы все будем менять лифты Помните, чем это закончилось, когда люди месяцами ходили пешком на девятый этаж А некоторые просто не могли выбраться То есть мы с этой ситуацией связались и разбирались То есть люди просто были отрезаны Маломобильные пенсионеры Они просто сидели там месяцами дома Сейчас другая компанищина Давайте все будем делать фасады К сожалению, на мой взгляд У нас такого количества подрядных организаций Которые бы могли выполнить в краткие сроки вот такие объемы работ Их нет Цена на выполнение вот этих работ у нас невелика Поэтому ожидать, что приедут подрядные организации с других регионов Ну, честно говоря, я не верю в это Поэтому думаю, что просто план останется планами Отчитаемся о том, что там То есть мы крест поставили на этой программе То, что мы там выполнили Сделали 10 домов Вот мы отчитали, что мы сделали 10 домов Подождите, а реально их сделать-то вообще? Ну, то есть вот если бы Сейчас, например, власти занялись плотно этим вопросом Нашли бы подрядчиков Нашли бы они их? Не власти бы искали, а фонд капитального ремонта Фонд капитального ремонта Он ограничен величиной тех денежных средств Которые он собирает с конкретного дома То есть он только эти деньги может потратить На ремонт вот этого конкретного дома Почему? Раньше же нам вроде бы говорилось Что это такая корзиночка, где все аккумулируется, нет? Сумма То есть вот предельная величина этих денежных средств То есть это не значит, что мы собрались со всех И потратили на ремонт одного дома Нет В итоге вы должны только ту сумму, которую соберет этот дом И потратить на этот дом Можно взять, скажем так, аванс из этого корзиночки Как вы говорите Но общую сумму его увеличить нельзя Поэтому вот в этом один из, скажем, проблем Фонда капитального ремонта в городе Киеве, Киевской области У нас это же социальный вопрос Величина денег, которые мы собираем с людей И никто увеличивать ее, скажем так, в разы точно не решится Так там вообще-то как бы все время претензии к тому, что фонд капитального ремонта не успевает тратить то, что уже собрано Ну вот давайте разделим две вещи То есть просто этих денежных средств их не хватает на то, чтобы отремонтировать дом И эти деньги одни остаются Потому что никто за такие деньги, которые выставляет фонд Не готов идти на ремонтную работу Увеличивать Либо Здесь можно решить вопрос только двумя путями Либо это увеличить величину Собираемость Сбора населения, что, наверное, на мой взгляд неправильно То есть у нас уровень-то не растет Либо, как, например, Мурманская И еще какой-то регион Они пошли просто с субсидированием из регионального бюджета Или искать деньги в федеральном бюджете на эту программу? В федеральном бюджете денег нет на это Потому что это региональная проблема То есть вот эти деньги А как? Можно сказать, к юбилею? Опять же, они пойдут на что-то конкретное Нельзя там субсидировать, на мой взгляд, фонд капитального ремонта Кировской области За счет федеральных денежных средств Это несколько другая проблема Она такая тоже очень глубокая И отдельно на передаче Нужно посвятить, чтобы ее так разобрать То есть мы останемся с неотремонтированными фасадами? По вашим прогнозам? Наверное, да Печально А зачем же тогда все остальное? Все эти разговоры по поводу того, что город красивый и преображается Давайте вспомним те проекты, которые там анонсировались Объездная дорога вокруг Кирова Так Это подземный тоннель под Нововятским переездом Это, что у нас еще там были? Это пешеходный каркас у парка Засоры Это там, я не знаю, канатная дорога в Заречный парк Так Все выполнено Ничего? Ничего Даже планов, мне кажется, нет Уже забыли про это Не знаю, возможно, с тоннелем в Нововятск что-то и решится Потому что это такая инфраструктурная задача очень крупная Которая помогает нам расширить территорию нашего города Надо сделать более удобным путь из одного района в другой Может быть, вот это решится как-то за счет федеральных средств? Так что пока мое видение, что ничего не изменилось Пока ничего не меняется такого кардинального Ну, наверное, быстро и не может измениться Ну, вот пока каких-то предпосылок для того, что тенденция изменится, я не вижу Ну, начинали-то, когда готовятся к юбилею Ух же, говорили, вот мы сейчас столько денег попросим В итоге получили меньше, по-моему, в 10 раз Ну, я не знаю, а вообще что-то получили? Ну, там говорилось про какую-то сумму Причем, когда эксперты разбирали ее, оказалось, что эта сумма как-то странно там совпадает С объемами федерального финансирования по национальным проектам Как-то так там было Ничего нового я добавить не могу Понятно Уходим сейчас на рекламу Дмитрий Сергеев в нашей студии Член правления Союза строителей Кировской области Генеральный директор строительной фирмы Маяковская Через полминуты вернемся и продолжим Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Дмитрия Сергеевича Направления Союза строителей Кировской области Генеральный директор строительной фирмы Маяковской Мы продолжаем И я так немножко вот назад хочу отмотать часы Не знаю, как это описать словами В общем, чуть-чуть перенестись назад На месяц назад примерно Месяц назад в Кирове вдруг внезапно Почему-то вновь возникла тема застройки Либо благоустройства территории Квату Большое зеленое пространство В которое ездили в свое время экологические общественники И говорили, не трогайте, не делайте Где собирались в свое время строить концертный зал Потом была история с созданием образовательного кластера Из престижных, наверное, не совсем правильно Но из таких школ углубленных Так или иначе Для талантливых детей школ Потом была история с тем, что там надо построить Может быть что-то жилое Но при этом это что-то жилое должно быть дополнено чем-то хорошим Для всех Чтобы можно было пользоваться и зелеными территориями Еще чем-то И вот внезапно, месяц назад возникла история с тем, что на территории Квату Надо создать некий парк Проводили опрос Насколько я помню Председатель правительства Александр Чурин Выкладывал ссылку на этот опрос И вот месяц было заявлено, месяц назад И с той поры никаких новостей, что называется Как закончился этот опрос Чем закончился По логике, я думаю, что кировчане Если им предложат голосовать Сделать в центре города парк Или построить там крупный жилой массив Наверняка будут голосовать за парк Ну вот такое мое предположение А вы как думаете, что там могут построить? Я думаю, что кировчане сделайте там хоть что-нибудь Потому что вокруг этого пустыря мы ходим уже несколько лет И, к сожалению, никаких конкретных решений И начало работы на этой большой территории Мольшая территория в центре города Которая так получилось, что досталась свободной Но вот дальше-то мы не знаем, что с этим делать По сути дела, сегодняшняя ситуация такая Мое мнение, конечно, да Если бы это был какой-то образовательный кластер Это было бы, наверное, здорово Почему? Потому что вот эти учебные заведения В которые собирают детей из всего города Они не привязаны к какой-то локации Какому-то конкретному месту То есть неважно Все равно из Новиадской, из Филейки Люди туда возят И кому-то станет ближе, кому-то дальше Но в общем и целом Это останется одно и то же Во-первых, у нас бы освободились, может быть, помещения В центральной части города Куда бы мы могли сделать Разместить образовательные учреждения То есть несколько бы сняли эту социальную напряженность Ну и вот новое здание, строение Получили бы те, скажем, какие-то Лигирующие образовательные учреждения За которыми тянулись бы и другие образовательные школы Поэтому вот Мое бы видение Все-таки это, наверное, кластер образовательный Почему он не может Включать парковую зону Совмещать Все это можно сделать То есть вы все-таки в эту сторону А насколько рационально Скажем так, такой большой участок В центре города Рядом с крупной транспортной артерией Отдавать не под застройку Учитывая, что в Кирове Как я понимаю, проблемы с участками-то сейчас Ну, понимаете, у нас в последнее время Застройщик-враг народа То есть такой как бы подход Он в умы граждан Жителей города Кирова внедрен Поэтому, наверное, жилая застройка Ведь территория большая Она же может включать в себя несколько элементов То есть может быть там и жилая застройка Может быть и образовательные учреждения Может быть и парк Может быть и еще что-то То есть почему нет? Я такой возможности не исключаю Но я так понимаю, что там как-то все должно быть комплексно Продумано это все То есть если это жилая застройка То это не высотки Сплошняком стоящие На этой территории Не знаю То есть у нас есть собственник Пусть вот собственник и определится А собственник у нас область Да Что бы он там хотел видеть Пусть это свое видение он покажет нам, горожанам А мы посмотрим И свое какое-то мнение, предложение По этому поводу внесем Но все равно инициатива должна идти от собственника Нельзя отдать это все на откуп жителей Решайте, что там будет То есть это неконструктивно Это к результату никакому не приведет Инициатива должна идти все-таки от областных властей А обсудить, как это будет реализовано Конечно, с жителями города обязательно нужно Слушайте, ну а вот тогда вопрос Если, например, не строить там жилье И, не знаю, там не нагружать застройщиков Которые будут возводить жилье Дополнительной нагрузкой по строительству социальных объектов То тогда не очень понятно, если мы создаем вот этот вот кластер образовательный Где на него брать деньги Потому что мы понимаем, поскольку обходится там строительство одной школы Да, примерно А если их надо не одну, а четыре или пять там построить в одном месте То где мы возьмем на это средство? Где мы сейчас берем эти деньги? В федеральном бюджете Все правильно, то есть за счет федерального бюджета Это один из источников, который реально может быть профинансировано На строительство создания этого А федеральный бюджет пойдет на то, чтобы создать Несколько образовательных объектов на одной территории А федеральный бюджет выделяет денежные средства А где размещать эти объекты, это решает все-таки уже регион Ага, то есть нет такого прямо конкретного условия Ну из Москвы точно не видно, что вы построите школу здесь или здесь Вот в этом районе Ну то есть все равно же там, наверное, прежде чем получать деньги Финансирование какое-то прикладывают обоснование Вот здесь построен крупный микрорайон, в котором нет школы Дети вынуждены ездить по часу в другой район города, чтобы быть Если это будет обоснование, что сюда переезжает какое-то учебное заведение А там освобождается и там будет возможность детям ходить по месту жительства Я не глубоко погружен в эту тему, но я думаю, что возможно Прописать это все в документах можно За счет именно федеральных средств программы образования То есть это необязательная история Если мы решим там строить образовательный кластер Это необязательное условие в нагрузку строить там жилье Для того, чтобы окупить строительство вот этих вот объектов Точно нет Можно обойтись Можно обойтись Ладно, ждем новостей по Квату Не знаю, почему-то вот до сих пор нет конкретики Не вижу я ее Хотела с вами поговорить по поводу Скажем так, строительства на окраинах Инфраструктуры, которые обеспечивают эти новые микрорайоны Видели вы, наверное, в начале этой недели Ремонт и работы начались на кольце в Макарье Да, мы понимаем, что и в Коминтерне у нас Жилищная застройка, в районе Заречном у нас Жилищная застройка и плюс это дорога единственная фактически Там дорога жизни, которая уходит в сторону Слободского и Садов Люди встали в пробках И вот вопрос, а можно было как-то это предотвратить или предвидеть? Потому что вчера уже, как бы говорят чиновники, мы пересмотрели свои планы И поняли, что будем работать не только днем, но и ночью Это же в самом начале можно было предусмотреть Почему так необдуманно все это сделали? Мне здесь кажется, не надо изобретать велосипед Посмотрите, как эти вопросы решаются в крупных мегаполисах Там Москва, Казань, да? Там работают на таких вот узовых точках круглосуточно Вопрос организации Вопрос, как этот вопрос был прорешен первоначально со стороны заказчика Заказчик у нас здесь в муниципалитете Но, видимо, сначала не подумали просто о том, что, может быть, проблема такая большая, да? Видимо, да Потому что из Коминтерна народ, как я понимаю, кто работает в центре, ездит весь через старый мост Никто не хочет в будний день на новый мост выезжать, а потом стоять в пробках на Луганской Я думаю, что здесь именно вопрос логистики То есть у меня не было вопроса логистики переработан А в Кирове вообще есть возможность строить условно жилье где-то в отдаленных микрорайонах Так, чтобы люди не сталкивались с проблемой пробок? Тогда нужно решать вопрос общественного транспорта У нас город Киров, все-таки тенденция, которую приезжены, может быть, так Мое мнение, приезжены городские власти, это сделать город удобный для автомобилистов Но удобным для автомобилистов его сделать не получается Но и за счет этого мы просто губим общественный транспорт То есть доступность для автолюбителей, она не повышается Потому что новых парковок у нас там не создается, улицы не расширяются, развязки у нас не делаются Но за счет того, что общественный транспорт не развит, другой возможности добраться из точки А, точку Б в городе Кирове людей нет Кроме электричный транспорт Даже в центре? Ну, и все через центр построено Поэтому город неудобный в этом плане для жителей Транспортную схему надо перестроить Кстати, про общественный транспорт Вы знаете, да, что в Кирове собирают подписи теперь за запуск автобусов по улице Горького И я вчера, когда мне коллеги об этом сказали, очень удивилась Я почему-то была уверена, что по Горького давным-давно ходит общественный транспорт какой-то городской А говорят, что нет, что ходят только вот междугородние маршруты, которые там периодически Пока едут по городу, могут подбирать пассажиров и куда-то их довозить в пределах города Улица Горького у нас все-таки не маленькая улица То есть в свое время были подписи против общественного транспорта На определенных участках улицы Горького А почему? Ну, потому что люди считали, что это создаст проблему, пробки создаст Я помню просто лет, наверное, 10 назад на перекресток Горького и Маклина Вот здесь люди были против того, чтобы здесь ходить общественный транспорт Там уже были поставлены остановки, которые, может быть, до сих пор еще оставлены Поэтому здесь вопрос, опять же, транспортной схемы Вот мы тут прилепили, тут мы отрезали, да, то есть вот такое какое-то воскутное одеяло Вот то, что мы имеем на сегодняшний день Комплекс на этот вопрос пока не проработан Люди жалуются на то, что приходится до ближайшей остановки идти, не знаю, там 800-900 метров Я вот так представила улицу Горького и понимаю, что, конечно, поменьше может быть Ну, не знаю, Горького, Октябрьский проспект, они же рядышком, то есть там сколько? 200 метров получается, да? Ну, побольше Побольше немножко Ну, по-разному понятно, что ты выходишь на Октябрьский проспект Потом еще нужно либо в одну, либо в другую сторону дойти до остановки общественного транспорта Ну, примерно полкилометра людям приходится идти Кто-то выходит на Воровского, кто-то на Московскую Если мы говорим про вот тот район, о котором вы говорите, Горького Маклина, да? Вот Если там ближе к автовокзалу брать, соответственно, улицы другие Ну, там, наверное, тоже либо Воровского, либо уже, получается, Комсомольский Если мы возьмем улицу Чапаева, то там идти, скажем так, Октябрьская проспекта уже далековато получается Либо с улицы Сурикова, да? То есть здесь все-таки, говорю, ну, это не единственный такой микрорайон Или там кварталы, которые остались так далеко от остановок То есть такие в других локациях тоже, наверное, можно найти И вот это должно решаться комплексно все-таки, как бы, скажем, целиком схема должна быть рассмотрена В том числе и по улице Горького Да Хм, ладно, не знаю, посмотрим, что скажут наши власти Потому что подписи активисты собирают и на имя главы администрации, и на имя главы города Елены Ковалевой И на имя в Рио главы региона Александра Соколова Я не знаю, должен ли он решать вопросы транспортного сообщения по улице Горького А вы говорите, что есть даже те, кто против того, чтобы там ходить Нет, ну эта тема была лет 10 назад То есть я помню, что люди выступали против вот конкретно здесь Может быть, это было связано с размещением конкретных остановок То есть, ну вот Прямо под окнами, да? Да, да А я сейчас просто представила себе вот тот район, о котором вы говорите Улица Горького, там ведь она совсем не широкая Там, получается, две полосы в одну сторону И в этих двух полосах с трудом, скажем так, помещаются две машины То есть часто бывает так, что залазят навстречку Ну просто мы видим, когда закрыт Октябрьский проспект По Горького начинается такое, скажем, интенсивное движение И когда автобусы идут туда, там разъехаться уже тяжело Хотя вроде бы улица Горького в центре Она не так загружена, поэтому она такая На сегодняшний момент более-менее езжи Более-менее проезжие для жителей Которые на автомобильном транспорте, а не на общественном Если мы говорим про развитие общественного транспорта Есть районы города, где вот эта проблема, она более остро стоит, чем на улице Горького? Я вот не эксперт в этих вопросах Поэтому так вот боюсь так с наскока давать какую-то оценку Я просто сейчас пытаюсь понять Ну вот строители, ведь когда возводят какой-то объект Наверное, для них тоже это важно Чтобы рядом была какая-то инфраструктура, в том числе с транспортом связанная Ну, для строителей, наверное, да То есть потому что это либо привлекает, либо, наоборот, отталкивает конечных потребителей Но вопрос, где строим Это должно быть утверждено в генеральном плане, где мы строим Соответственно, под это должна быть разработана транспортная схема То есть это вопрос развития города, который конкретный застройщик решать В отношении своего земельного участка, своего квартала не должен Потому что, опять же, мы получаем лоскутное дело Я пытаюсь понять, кто, скажем так, играет здесь первую скрипку То есть сначала строится какой-то крупный, например, жилой объект А потом администрация думает о том, что надо пустить туда общественный транспорт Или наоборот? Должно быть наоборот Администрация должна предусматривать те территории, где будет вестись жилищное строительство И к ним уже развивать транспортную сеть Это в какой-то, не знаю, в идеальном прекрасном мире В идеальном прекрасном Кирове Ну, другие же регионы так работают Почему мы не можем, да? Нет своего не могу, я своего не хочу Понятно Дмитрий Сергеев в нашей студии Член правления Союза строителей Кировской области Генеральный директор строительной фирмы Маяковской Кто хочет что-то сделать, ищет возможности А кто не хочет что-то сделать, ищет причины или поводы Вот, насколько я помню, такая была фраза Мы на этом особое мнение завершаем Дмитрий Валерьевич, спасибо Спасибо Особое мнение на 101FM